Бизнесмены имеют полное право жаловаться в общественные организации, а также в Центробанк. Так, в ЦБ прокомментировали ситуацию с выделением кредитов в рамках антикризисных мер помощи фирмам и предприятиям в условиях остановки экономики из-за коронавируса. Напомним, что предпринимательское сообщество массово жалуется либо на отказы в выделении льготных займов, либо на невыгодные условия их получения. Пушное предприятие Юрия Бозова за последние месяцы получило удары сразу с нескольких сторон. Из-за теплой зимы спрос на шубы упал, а из-за коронавируса торговля и вовсе замерла. Между тем, зверохозяйство продолжает работать, а значит нужны живые деньги, в том числе и на возврат кредитов. Однако на предложение об отсрочке банк заявил, что тогда займ перестанет быть краткосрочным. Мы теряем субсидированную процентную ставку, попадаем на обычную коммерческую. Субсидированная ставка это в районе 3-3,5%. Обычная коммерческая для нас это до 10%. В ситуации, когда и так продаем товар по себестоимости, а иногда и ниже, понести дополнительные затраты не представляется возможным. Таких случаев по стране все больше и больше, когда по тем или иным причинам коммерческие банки отказывают частным предприятиям в тех самых льготных кредитах, анонсированных федеральным правительством. Например, заявляют, что в том случае, если учредителей несколько, то якобы непонятно, кто является конкретным получателем займа. Даже если имеется владелец контрольного пакета акций. Но чаще всего предпринимателям отказывают, как только узнают, что они не сотрудничают с банком по зарплатному проекту. Между тем, ЦБ четко очертил условия получения таких кредитов. Например, для выдачи зарплаты сотрудникам простаивающего предприятия. Работать на рынке более года, иметь годовую выручку до 800 миллионов рублей и численность сотрудников должна быть до 100 человек. И не имеет значения, является ли оно клиентом банка в плане его перечислить зарплат или нет? Да, не имеет. Во всех случаях отказов ЦБ рекомендует предпринимателям обращаться в бизнес-сообщество, в которых они состоят Деловую Россию, Опору России или Торгово-промышленную палату региона. В последней структуре нашему телеканалу заявили, что они действительно работают в тесной увязке с ЦБ и готовы оказать максимальную помощь бизнесменам. Все те вопросы, которые у вас возникают при работе с банками, вы их формулируете, собираете через систему Торгово-промышленной палаты, и мы готовы на каждый этот случай реагировать. Надо все-таки дожимать, как говорится, вот этот вопрос до позитивного результата. Хочется надеяться, что палата поможет и Юрию Бозову, который также является членом этой общественной организации. Кроме того, вполне возможно, что положение малого и среднего бизнеса улучшится после очередного заявления президента России. 15 апреля глава государства предложил добавлять в перечень наиболее пострадавших отраслей компаний, которые торгуют непродовольственными товарами. Кроме того, по мнению Владимира Путина, надо предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства по 15100 рублей на сотрудника. При условии, что на 1 апреля в штате остались не менее 90% работников. Эти деньги должны пойти на выплаты зарплат в апреле-май.